Всем привет, дорогие друзья! С вами снова я, Даналия, и сегодняшнее видео будет отвечать на самый часто задаваемый вопрос в конце 2022 года. Как же открыть Эпону? И в сегодняшнем видео я не только расскажу, но и покажу вам все этапы по её открытию. Так что устраивайтесь поудобнее или же седлайте своих коней и... поехали! Итак, начнем с самого начала. Первым этапом нужно будет достроить мост от высокогорья Нильмир до трактира Волчье Логово, чтобы началась цепочка квестов по открытию дороги к Ярлхейму. После открытия Ярлхейма начинаем выполнять все доступные задания, которые должны нас привести в итоге к конюшне Юрвика, ну а также стараемся прокачаться до 14 уровня. Как только задания приведут вас на конюшню Юрвика, начинается ежедневное выполнение задания, дабы прокачать репутацию у данного НПС, после чего у нас появится с ним задание Герман в отпуске, и мы начинаем его выполнять. Герман попросит выполнить тоже некую цепочку квестов, которые направят нас обратно в Ярлхейм к офису Джет. Проходим задание у Миссис Драки, и у нас открывается очередная прокачка репутации. Тоже заходим каждый день, выполняем все ее поручения, передаем отчеты Герману, и как только мы достигаем репутации дружелюбной, над ней появляется задание. Мы его выполняем, оно касается также Германа, и как только вы достигаете 14 уровня и выполняете всю данную цепочку квестов, вам тревожно звонит Герман с криками, прибегая ко мне. И вот с этого момента вы начинаете открывать Япону. Ну а дальше вы начинаете увлекательное путешествие по открытию гигантской локации Японы. Так что давайте повторим еще раз, что же нужно прокачать репутацию у офиса Джет Миссис Драки до дружелюбия и достичь 14 уровня. Я надеюсь это видео помогло, поставьте лайк и напишите комментарий. Я буду очень рада узнать, что кому-то данное видео помогло побыстрее во всем разобраться и открыть очень крутую локацию. Ну а на этом все, и я с вами прощаюсь. Не забывайте тренировать своих лошадок, чистить их, а также обучать накровкой. Всем пока, удачи вам, и до встречи в следующем видео. Субтитры сделал DimaTorzok